Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья». С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в Перкушковском подразделении Одинцовской областной больницы. Давайте узнаем, как сегодня работает медучреждение. Здравствуйте, Ашот Арташисович! Очень рады снова с вами встретиться. Безусловно, в период пандемии это были очень редкие минуты. Сегодня такое развернутое интервью. Хотелось бы, конечно же, поговорить о том, как работает лечебное учреждение сегодня, ну и о том, что вы 40 лет своей жизни посвятили любимому делу медицине. Здравствуйте! Мне тоже очень приятно начать встретиться с вами. Давайте поговорим, конечно. Ну, если в отношении пандемии по коронавирусу, я могу сказать, мое мнение таковое, что сегодняшний день опыт показал там, что российское здравоохранение на основе Советского Союза держал этот так называемый экзамен, даже не экзамен на войну, очень достойно. Мы очень хорошо знаем, что в разных странах земного шара, Китая, Европа, Соединенные Штаты, как сложно входили в эту проблему и как сложно выходили и до сих пор еще не выходили. И вместе с этим я хочу сказать, что действительно честь и хвала нашей здравоохранении общей, которым вот минимальными, скажем так, потерями вышли из этой ситуации. Да, конечно, еще не вышли, еще есть опасность второго, скажем так, волны. Мне кажется, сегодня вот к этому моменту есть понимание. Да, конечно, полное понимание, полная готовность, нет паники, нет страха. Да, это называется так обычный очередной вирус, которым мы никуда не деться, придется жить. Но тем не менее, еще раз говорю, нет паники, нет страха. Лекарства все есть, понимание есть, подходы есть, койки развернутые есть, специалисты есть. Все-таки вот все эти моменты, коснулись ли они режима работы Перхушковского подразделения? Изменилась ли работа, прием врачей? Как сегодня работает медучреждение? Конечно. Во-первых, коснулся Перхушковского подразделения, потому что в Одинцовском городском округе было развернуто очень много коек под коронавирус, и это правильно. Но койки, которые уже идут под коронавирус, пациенты, как говорится, обслуживались в Перхушковской больнице. Поэтому наша больница не работала на ковид, но тем не менее нагрузки увеличились в разы. Поэтому режим работы был совершенно другой тоже. Но стационар не закрывался, он продолжал работать, но только изменились условия, наверное, именно приема пациентов. Плановый прием закрылась, кроме онкологической службы, потому что их нельзя закрывать и даже во время войны. А по экстренной службе оказывалась вся помощь и вся работа организована была. И в связи с этим, да, большие нагрузки боли, но тем не менее, я считаю, что мы тоже справились и обслуживали наше население по всем остальным нозологиям тоже. А изменения после коронавируса, значит, из Центральной районной больницы, из Одинцова переведены две отделения. Отделение онкохирургии, химиотерапии, то есть онкологические койки переведены в Перхушковское подразделение. И успешно развернутые, и успешно начали работать и продолжаем. Есть еще много дела, но тем не менее, я думаю, что мы на правильном пути, и организация идет. Ну, в планах оставить онкологическую службу все-таки здесь, в Перхушково? Да, я думаю, что в планах так и есть, что онкологическая служба Одинцовского городского округа будет развернута именно на базе Перхушково. Потому что здесь все-таки мы, это не секрет, мы знаем достаточно хорошие условия, а такие условия действительно онкологические пациенты, которые длительные, требуется длительное лечение, нуждаются в хороших условиях. Поэтому я думаю, что да, онкологическая служба будет размещена на базе Перхушковской больницы. Ашат Арташович, 40 лет в медицине, доктор медицинских наук. Мне кажется, это любовь всей вашей жизни. Да, да, действительно, это так. Как ни странно, за столько лет не то, что не устал, ну вот, как говорят, даже вот сказали, любовь, даже эта любовь не Гастуна, еще все еще ярче, ярче, ярче выражается. Я, по-моему, даже на каком-то интервью в своем месте говорил, сейчас повторюсь, если бы я сегодня начал свою жизнь сначала, если бы я сегодня закончил бы среднюю школу, я бы пошел поступать в мединститут. И несмотря на все трудности прохождения этих годов становлений, тем не менее я бы повторил мой путь, свой путь, потому что действительно это любовь. Я люблю свою профессию, я люблю помочь людям, всем, а пациентам тем более. Все-таки пандемия показала, что без врачей мы ничего не сможем сделать. Без здоровья человек бессилен, и ему ничто уже не поможет, никакие деньги, никакие средства. То есть главное, чтобы был грамотный врач, главное, чтобы были лекарства необходимые, тогда действительно можно бороться за жизнь, тогда действительно есть шанс, что человек останется жив. И сегодня многие понимают, что действительно профессия врача это очень важная, очень нужная, очень почетная. Как вы считаете, все-таки за последние месяцы отношение к этой профессии у общества изменилось в лучшую сторону? Потому что, к сожалению, в 90-е годы, начало 2000-х мы видели, как ломается то советское отношение и почитание к врачу, к доктору, когда это действительно боги были для каждого из жителей нашей огромной страны. Ну вот, кстати, то же самое, как и к учителям. Вот примерно вот две профессии, которые почему-то вдруг с перестройкой перестали быть столь популярны и ушли почему-то на второй план, хотя они, на мой взгляд, действительно заслуживают отдельных слов, благодарности и отдельного внимания. Без сомнений, что специальность врача один из самых важных для общества. Почему? Потому что здоровье – это самое главное для человека. Здоровый человек всего добьется. Здоровый человек все может делать. Поэтому это очень важно. По поводу советского периода. Действительно, в советский период намного совершенно другое было отношение к врачам, к профессии. Но после советского периода нас перевели на сферу обслуживания. Это немножко неправильно. Не может быть медицинских услуг. Ну, в понимании услуги. И слово именно «услуги». Вот так же, как образовательных услуг тоже не может быть. Ну, на наш взгляд, не может быть. Потому что это неправильно. Но, тем не менее, даже дело не в этом. Я думаю, что теоретически каждый человек понимает, что самое главное – это здоровье. Но порою по каким-то причинам они забывают про это. Пандемия действительно еще раз, еще раз дал людям понять, что самое главное – здоровье. Все, что угодно можешь иметь, если ты нездоров, это никому не нужен. И жизнь человеческая – самое дорогое. Но пандемия еще другое показала. Что, несмотря на то, что все-таки почему-то, по каким-то причинам, не знаем, развалился Советский Союз, советский строй, развалили. А вот до конца здравоохранения советское не смогли развалить. И вот я хочу сказать, что один из важных моментов победы с коронавирусом, если так можно называть, не окончательно, но тем не на первом этапе, это все-таки еще… Та закалка. Да, еще старая закалка и так далее, и так далее. Еще те кадры, которые в Советском Союзе, еще те институты, которые все еще остались, еще санэпид, надзор, который все-таки еще остался. Вот в европейских странах все это развалили, и ничего нету. Поэтому вот такой случай. Это что касается старой закалки. Но я хочу вместе с этим и сказать, я лично был очень удивлен, поражен, потому что мы сейчас говорим, молодежь не такой, молодежь не так, и так далее, и так далее. Мы часто говорим. Ну, про своих детей говорим, и окружающих молодых. Но я могу сказать, что я был очень удивлен, в хорошем смысле этого слова, во время, когда началась пандемия, поведение молодежи. Все ринулись в бой. Знают, не знают. Волонтерское движение, посмотрите, какое. Молодые доктора, студенты. Никто не побоялся. Никто не побоялся. И я, честно говорю, я могу открыто, честно сказать, я не ожидал такого, скажем так, порыва, поступка от молодежи. Это честь и хвала. Ну, думаю, что это тоже все-таки еще как бы генетическое наследие нашей страны, Великого Советского Союза. И почему нет, приемли кого-то в России. Вот это генетические составляющие. Поэтому я считаю, что... И чтобы их не сплачивать, как общая беда. Нам действительно ничего не страшно. Мы действительно можем все. Все, что надо. Да. И вот такой момент, трудный момент сплачиваться, это очень важно. И вот сейчас я хочу сказать, что молодежь мне крайне удивлена и приятно удивлена. Можно надеяться, и у нас есть будущее. И нашей стране тоже есть будущее. И здравоохранение тоже есть будущее. После пандемии, за последние годы, как вы считаете, все-таки популярность врача, вот медицинская сфера, она набирает обороты? Вот больше поступают ребят в эти вузы? Я думаю, что, поверьте мне, что до пандемии тоже престиж в медицинских вузах не упадал. Я думаю, что в медицинских вузах всегда был конкурс, и всегда очень много желающих поступать и стать врачами. А какими чертами характера необходимо обладать, чтобы стать хорошим доктором? Надо любить свою профессию. Родиться, да? Нет. Это призвание. Это призвание. Если нет этого желания, призвания, рвения, вряд ли получится что-то, чего-то. Но вместе с этим надо любить профессию и любить пациента, человека. Это очень важно. Всего остального можно учиться. Действительно, врачебная профессия – это та профессия, которая всю жизнь учится. Не только в институте. После института еще больше учимся. Каждый день что-то надо читать и знать, потому что наука идет вперед, а мы там это самое останемся. Поэтому учиться всего можно. Но это должно быть огромное желание и любовь. Тогда может не честветь. Очень сложно в медицине. Мы много видим человеческих страданий и так далее. Успехи, неуспехи, неудачи. Врач не должен честветь. Врач всегда должен подойти к этой ситуации, как к своему ближнему относиться. К любому пациенту. И тогда, я думаю, что успех будет у врача. А что Тарташистович, безусловно, за 40 лет практики у вас огромное количество пациентов. Помните ли вы их всех? Ну, может быть, не до одного, конечно. Всех полнить невозможно. Естественно, как в любой профессии, есть пациенты, которые не забываются. Во-первых, это первые пациенты. Я 20 лет работал в онкологическом центре. В федеральном учреждении от Макаширки. Естественно, я очень хорошо помню своих первых пациентов. Я могу сказать, что, как доктор, я переживал с каждым пациентом. Особенно их не уход. Бывало и так. В терминальной стадии и так далее. Но вместе с этим очень вспоминаются те пациенты, которые вместе с нами боролись и победили. Именно рак победили. Их действительно... Я считаю, что болезнь, любую болезнь, особенно онкологическая болезнь, можно победить, если пациент и доктор на одной стороне против болезни. Вот искусство доктора тоже в этом должно быть, чтобы привести свою сторону пациента, войти в доверие, чтобы пациент полностью доверил и положился на доктора. И помог доктору. Вот тогда действительно успех гарантируется, скажем так, больше. Поэтому есть пациенты, которых, помнишь, у них есть пациенты 25-30 лет тому назад оперированы, они излечены и до сих пор живут. Ну, они поздравляют меня каждым праздником. Особенно очень много поздравлений дневмедицинскому работнику, если день рождения или Новый год забывают, а вот день медицинского работника не забывают. Самый главный день. А вот самый главный день, да. Вот самый главный день. И здесь, скажем так, обид нет, чтобы не поздравили с днем рождения. А вот когда поздравили с днем медицинского работника, действительно, это даже больше, чем поздравлений на другие праздники. Вот очень много таких пациентов. Ну, смотрите, я онколог, поэтому говорю. Притом, здесь есть не у нас тоже. Онкологические больные долго лечатся. Порой и годами. И вот в течение столько времени... Они уже родными становятся. Да, становится вот такая близкая связь между пациентами. Понятно, что никогда нельзя переходить ту грань, которая разрешается, да. Вот, тем не менее, в духовном понимании становятся действительно близкими людьми. Родными становятся. С чего сегодня начинается Ваш день в Вашем лечебном учреждении? Каждый день у меня начинается с утренней пятиминутки, короткое совещание. Дежурный доктор докладывает о дежурстве принятых новых пациентов. Мы здесь, в экстренной операции, операциях. Реанимация докладывает о состоянии больных в реанимационном отделении. Каждое отделение, заведующее отделение докладывает о своем отделении. И, естественно, мы с утра обсуждаем первым делом тяжелых больных в реанимации находящих, и тех больных, которые нуждаются в консилиуме и определении. Также обсуждается операционный список каждый день. Что, чего, кто, как и так далее. Хотя эти операционные списки и накануне тоже обсуждается готовность. Сейчас недели два раза у нас проходят онкологические консилиумы. По 30-40 человек приходят на консилиум на решение вопроса о дальнейшем решении. Это очень важно. Работы хватает. Но, несмотря на то, что работы в Перкушковском подразделении очень много, и у вас достаточно большая больница, вы еще успеваете заниматься общественной деятельностью. Вы являетесь членом общественной палаты. В период пандемии вы также наряду со многими волонтерами вышли вперед. И помимо того, что вы лечили людей, вы еще им активно помогали. Я не думаю, что я сделал что-то сверх. Желаний должно быть. Когда желаний, и время находится, и силы находятся, и организация на моменте. Все, успевайте. Организация – это многолетняя организация. Организация труда своего дня. Я могу сказать, я думаю, что это обязательно должен сказать. Вот я 20 лет работал под руководством моего учителя Николая Николаевича Трапезникова, академика Трапезникова. Вот у него действительно была очень слаженная организация. И за это столько времени мы научились. Что он говорил? Он руководил нам и говорил, так, у вас ненормированный рабочий день, свободное посещение. Но каждый из вас должен прийти 5 минут раньше меня и уходить позже, 5 минут позже меня. Вот свободный график. А он в 7.30 был уже на работе утра. И кто из нас в 7.35 приходил, он на 5 минут опоздал на работу. Хотя официально началась работа с 8.30. Мы ее в начале молодые годы недопонимали. И так далее, и так далее. Он сейчас со временем понимаешь. И, конечно, уходили тогда, когда уже заканчивали свои все работы. Ничего не оставили. Он жестко следил за этим. Ничего не оставляясь на завтра. Ничего. Особенно то, что касается пациентам, больным, и так далее, и так далее. Поэтому вот как бы в таком режиме, если работать, я думаю, что становится уже обычно. Потом я хочу сказать еще одно вот такое для меня важное событие. Я очень рано просыпаюсь. Я жалорный, по сути. Но просыпаюсь с утра, что сказать, я пока собираюсь на работу, пока делаю гимнастику, зарядку и так далее, и так далее, я прокручиваю весь мой день. Один раз прокручиваю. Поэтому, когда я прихожу на работу, как будто я уже знаю все, что надо делать по очередности. Как бы вот по полкам складываю, и поэтому немножко получается. Вот. Всегда хочется что-то, чего-то больше делать. Всегда хочется что-то дополнительно делать. Буквально через несколько дней у вас юбилей. Прекрасный возраст. К сожалению, да. Ну нет, к сожалению, к счастью. Вот все-таки, все-таки оглядываясь, назад, да, я так понимаю, что вы, безусловно, с благодарностью к своим учителям и родителям, и выбор профессии, ну все сложилось. Действительно, вот, ну вот, все вот замечательно. Да? Да, я могу сказать, что я счастливый человек. Поверьте мне. Почему? Потому что я анализирую все свое прошлое и настоящее. У меня ценности совершенно другие. Я с безумной благодарностью вспоминаю моих родителей. И папу, и маму. Отец у нас, мой отец, участник войны, с двумя ранениями, такой, в общем, боевой товарищ до Берлина не дошел, он войну закончил в Праге, в Чехословакии. А мама у меня, скажу так, рожденный педагог. По-настоящему. Она очень, вот я сейчас вспоминаю, я честно буду говорить, я всегда думал, а я так же воспитываю своих детей, как наши родители. И всегда я ловлю на мысли, что нет. У нас намного больше есть возможностей, чем у наших родителей были. Но они намного больше давали нам. Я так считаю. Несмотря на то, что и работали, и трудились, да, вот, и так далее, и так далее. Поэтому, естественно, я благодарен судьбе за моих родителей, за генетику, которую они передали, и за воспитание, без сомнений. Они нас готовили к жизни, к работе. Я ни на каком этапе ничего не боялся. Учился хорошо. Спортом занимался, работал, и так далее, и так далее. То есть, мне ничего не страшного было. Что, не знал, надо учиться. Моя мама так говорила, не знать не стыдно, не учиться стыдно. И до сих пор я говорю, ну и что, что я что-то, чего-то не знаю. А вот не учиться, вот это уже проблема. Надо учиться. Это вот то, что отца. Поэтому я счастлив. И мне повезло в жизни. Я не знаю, почему так. На каждом этапе моей ответственной такой жизни я встречал очень хорошего человека. Ну, я еще раз повторюсь, когда я закончил Ильяновский государственный медицинский институт и приехал в Москву, я встретил Михаила Николаевича Трапезникова. И он стал действительно вот в медицине, и не только в медицине, моим таким великим учителем. Конечно, мне повезло с таким людьми. Рядом с этим человеком быть, там невозможно плохим быть. Там должен, надо соответствовать. Надо соответствовать. Почему? Потому что очень, очень многие приходили, уходили, но кто соответствовал, то и остался. И в его жизни тоже. И в нашей жизни тоже. Ну вот. Ну, вы знаете, я еще повторюсь, что я своего второго сына назвал честь его Николаем. С малых лет мой сын знает. Почему он Николай? Почему он Николай? Чье имя он, как говорится, носит. И всегда мне говорили, что ты должен достойен быть своим. И вот из троих детей вот он один единственный выбрал профессию в медицине. Честно буду говорить, я был против. Я не хотел, чтобы он пошел в медицинский институт. понимая все трудности. Опять, к тому, что мы отличаемся от наших родителей. Я почему-то шидил своих детей. Почему? Непонятно. Потому что они мои дети, да? Но с другой стороны, в чем вопрос? нас что, не любили? Нас тоже любили? Но говорили, нет, идите, трудная дорога, пройдите эту трудную дорогу. Пройдите. Ну, в общем, тем не менее, он пошел на шестом курсе мединститута, сейчас уже перед выбором профессии, профессии именно специальности. вот. Поэтому, как бы, вот так вот. Ну, не знаю, он понимает, что он обязан и отцу своему, и имя, которое он носит. Вот так вот. Кстати, он помнит моего учителя, потому что он еще маленький был, мы встречались неоднократно, я его возил именно к учителю и домой, и на работу, и так далее, и так далее. То есть, с малых лет я как бы хотел, чтобы он... В общем, вы предопределили его судьбу. Ну, по сути. Ну, может быть и да, может быть и да, да. Вот, поэтому я говорю, сейчас, в настоящее время, я хочу сказать, я окружен плядой прекрасных людей в Одинцовском городском округе. Я давно живу, 27 лет я живу в Одинцовском районе, но работаю недавно. Я всю жизнь работал в федеральных учреждениях в Москве, но сейчас уже, как говорится, пришло время отдавать долг свой, своему району, где ты живешь и любишь. Я окружен очень прекрасными людьми, очень прекрасными. Вы очень хорошо знаете, я дружу с администрацией Одинцовского городского округа. Дружу, как сказать, работаем вместе, делаем дело и вместе с этим и дружим. Очень важно это, очень важно. В контакте со всеми, мне комфортно, комфортная среда, комфортная самая. Здесь грех не работать и грех не делать. Все, все возможности есть в нашем округе. Я не знаю в других округах, что происходит, но я думаю, что у нас самый лучший. И наша глава, молодой, перспективный, умный, опытный, и наши депутаты, и наш председатель Совета депутатов, и наша великая, соотечественная сейчас землячка по Одинцову, Лазутин Лазия Евгеньевна, Геинтова Нина Васильевна. Вот я говорю, приятно людей, с которыми приятно, приятно общаться, работать и делать. Могу вас перечислять в этот список, пусть не будут, пусть правильно встречаются. Потому что у нас не первая встреча, я мог бы промолчать, правильно? Но я говорю то, что я думаю. Поэтому очень важно, очень важно. Любой вопрос, вот Татьяна Викторовна Одинцова отвечает за социальный блок, напрямую мы работаем как бы с ней садим, любой вопрос, касающийся больницы, врачей, медсестер, детей, школа, детский сад, то есть мгновенные реакции, мгновенные решения по возможности, понятно, решения, это очень важно. И коллектив это чувствует, и всеми чувствами и так далее. поэтому я счастливый человек. У меня трое детей, только старший женат, у меня трое внучек прекрасных. А впереди очень много планов, идей. Есть еще над чем работать, и есть еще что создать. Знаете что, да, несмотря на, скажем так, ведущие и были, я не знаю, мне кажется, что еще целая вещь спереди. Так и есть? Да. Это только начало. я по-другому скажу, я очень реально. Действительно, сколько бы не было, сколько бы неопределено было, слышу, это целая вечность. Это день, это месяц, это годы, не важно, это целая вечность. Вот и все. Поэтому я и сейчас занимаюсь любимой работой, я живу в этой работе, и, естественно, у меня есть, как говорится, семья, все возможности. Они меня все поддерживают, они уже давным-давно привыкли, что я, да, смирились, что я все время на работе. Я на работе даже тогда, когда я дома, потому что и звонки есть, и того, и сего, и пациент такой, в общем. Врач работает 24 часа, неважно, где он находится территориально. О работе понятно, но если даже не рабочий, он все равно работает, все равно думает. Поэтому вот так вот, да, я счастливый человек, спасибо. Я, не знаю, вот, подтверждаю ваши слова и сам по себе. Не знаю, что еще нужно человеку, чтобы он чувствовал себя счастливым. У меня все есть. Самое главное, есть желание. Да. Есть желание идти вперед, есть желание постигать что-то новое и действительно создавать то, что останется после тебя. Да, все правильно. Спасибо вам огромное за интервью, спасибо огромное, что вы у нас есть, что вы наконец-то вернулись в родной округ и теперь трудитесь на благо его жителей. я еще раз повторюсь не только по вашей непосредственной профессии, но и, конечно же, в общественной среде. Ну да. Спасибо, поздравляем вас с наступающим юбилеем. У вас, получается, ну, в этом году две сразу даты, да, и 40 лет в профессии, и 65 лет. Да. Да. Открылась секрет. Прекрасный возраст. Не боюсь, не стесняюсь, но я хочу маленькую ремарку тоже делать. Я абсолютно не чувствую свой возраст. Я иногда забываю, сколько мне лет, поверьте мне. Ну, по работе, по всем остальным показаниям, конечно, я же не мальчиша, там, прыгать, бегать, типа того, понимаете, да, через забор. Это было все. Этого не забываю, что нельзя. Но на самом деле по работе я не устаю. Я еще раз говорю, физически я не устаю, потому что я все это делаю с удовольствием. Вот пусть ваш запал, ваша любовь к вашей профессии остается с вами. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.